Батюшки, добрались-таки, вот и они, наконец-то, полурослики, чудо-то какое! Но, давайте-ка, ребят, для начала присаживаемся, полные кружки, а-ля, огромные куски мяса, и моя огромнейшая благодарность всем бустерам! Спасибо за вашу спонсорскую подписку! Благодаря ей у меня есть пиво! Хе-хе, хотя бы немножко пива! И начнем, разумеется, ну, с базовой информации. Полурослики взрослеют к 20 годам и доживают где-то до 150 лет. По размеру они, ну, такое! Взрослые полурослики ростом около 90 сантиметров и весят примерно 18-20 килограмм. В общем, карапузики. Полурослики – дружелюбный и веселый народ, который ценит семью, дом и простые радости. Они невысокие и выносливые, любят носить пеструю одежду, которая оттеняет их румяные мордашки. Карие и янтарные глаза и каштановые волосы. Большинство из них живет в мирных маленьких поселениях, входящих в состав государств других народов. Их не впечатляет демонстрация богатства и статуса, так что знатных полуросликов просто не существует. Их обществом правят мудрые старейшины. Впрочем, и у талантливых молодых полуросликов всегда есть шанс проявить себя. Полурослики любопытны, их интересуют даже самые обычные вещи этого мира. Именно любопытство, а не поиски золота и славы, обычно толкает юных полуросликов на путь приключений. Другие же отправляются в дорогу, чтобы защитить свой дом. Рискуют собой, чтобы отвести угрозу от семьи и друзей. Полурослики — мастера находить простые и практичные решения проблем. А еще они любят привносить во всем немного уюта. Многие отряды искателей приключений благодарны своему спутнику-полурослику за добродушие и веселье, которое он им дарит даже в самом мрачном подземелье. Разумеется, их наиважнейшая особенность — это, как бы сказать, полурослики незримые. Да, небольшой рост и природная скрытность помогают полуросликам легко прятаться от посторонних глаз. Они могут незаметно проскользнуть сквозь шумную толпу, что очень полезно, когда надо собрать сведения или избежать схватки. Что ж, до остальных особенностей, это такое... Специфическое. Во-первых, они удачливые. Умение находить практичные решения порой дает полуросликам второй шанс исправить свои ошибки. Во-вторых, как бы это ни было странно для них, но они храбрые. Их сердца так же крепки, как и их тела. Полурослики встречаются лицом к лицом с угрозой, от которых иные срискатели приключений бежали бы в ужасе. Разумеется, они еще и проворные. Благодаря небольшим размерам полуросликам легче избегать атак более крупных противников. И, конечно же, они скрытные. Малый рост позволяет полуросликам легко прятаться и избежать ненужного внимания. Ну и теперь, по классике, отвечаем на вопросы. Вы видите что-то хорошее в каждом? Цените друзей и семью больше, чем слава и богатство? Вам хватает духа столкнуться с врагом во много раз больше вас? Тогда вы прирожденный полурослик. Мои вам поздравления, обнимашки и все вот эти дела. Ну а я благодарю вас за ваш визит в таверну. Ну да, как бы мы здесь заседаем, тусуемся. И надеюсь, вам нравятся вот эти вот такие вот ролики, коротенькие, но полезные. Для того, чтобы вы смогли определить, какой же расой вам играть или о какой расе писать. В общем, подобрать для себя персонажа такого душевненького. Вот прям для вас. Надеюсь, это вам было полезно. Еще раз благодарю всех спонсоров на Бусти. И до очень скорой встречи в Фэнтези Таверне.